Доброе время суток! С вами Виктор Дулин. Мы сегодня находимся на городском очистном предприятии Вильярк, где очищают канализационные источные воды и вот из засадки источных вод производят компост с помощью миллионов дождевых червячишек. Из этого компоста, из этого мурта производится уже верный компост, экологически чистый, который можно пускать даже на выращивание экологически чистых фруктов, овощей, зелени и так далее и тому подобное. Но сегодняшняя вот эта тема, вторая будет, связанная с первой, которую я уже вам ответил по вопросу. Но я еще более так, скажем, радикально подойду к этому вопросу. Вот как я подошел радикально к уборке золы, в которой образовывались щелочные лужи. В них погибали червячишки. Это меня огорчало, как я подошел радикально в борьбе с крысами. Вот, видим здесь все. Ни одного червячишки. Мы видим мигрирующего, погибшего, поскольку мигрирующего, потому что трактор здесь вчера ездил, гудел. Они это дело прочувствовали в эту сторону, не хотят ползти ни одного, как видим. Вот, мы только что наблюдали с вами даже такого верминоза, а тут вот всего два следа. Вот, крест-накрест проползли. И все. В лужах мы никого не видим, погибших нет. Не зря мы все равно тут старались, слава Богу. И еще сегодня я напишу вам еще одно письмо, как меня огорчают крысы, как я с ними всеми правдами и неправдами борюсь. Но, вот, каждое утро написал вам, как клетки нервные, вот физическое здоровье я тут могу восстановить как-то гуляючи, даже если оно было там нарушено. Органы опустились от перегрузок там, упал я где-то там, сломал что-то. Все это восстановится физически. А вот нервные клетки не восстанавливаются. И любые огорчения, которые мы с вами получаем, это как раз вот эти наши убитые нервные клетки. И это, значит, сокращение нашей жизни. Ну, вот, я должен сказать, что здесь я могу как-то повлиять на своими действиями. Вот лопату взял, сейчас там золото перебросаю, грязь, могу повлиять на то, чтобы гибель этих червячишек не приносила ни огорчений. Если могу как-то повлиять на крыс, отогнал их там клеевыми ловушками или приманками для игр в покрышках, как я вчера вам тут записывал, то это я делаю. И вот точно так же, я прошу вас, а сегодня мне уже с утра испортили настроение, огорчили, несколько подписчиков. И так, причем большинство. Вот видим, вот если здесь единичные, вот так же единичные, из 10, 1, 2. Вот, 1, видите? 1, 2. Вот еще 1, 2. Пишут, не просто подписываются, а проходит еще опрос. Остальные все подписались, все, на халяву получаем информацию, не соизволим даже написать, что же тебе, любимому и дорогому подписчику, самому нужно. Чего ты хочешь-то от меня? Чтобы и про что я тебе писал, чтобы вот показывал, каких я червячок собираю? Или что-нибудь более нужное? Никто, я говорю, 2 человека из 10 только проходят опросы. И это меня довольно огорчает. Тем более, что я уже 2 недели долблю на эту тему. Ребята, пройдите, пройдите, пройдите опрос, чтобы я знал, что же вам, в конце концов, от меня нужно? Или вообще ничего мне нужно? Так и напишите. Мне от вас ничего не нужно. Я просто вот из праздного любопытства читаю, и я буду знать, что да, что бы я ни написал, что бы ни показал, человеку интересно. Ну, на здоровье. Но большинство всё-таки понаблюдал за такой рассылкой, которая по всему ни о чём. Просто-напросто по диагонали пробежали. А, это неинтересно. Но это ещё хорошо, если они открыли и пробежали. А если просто увидели, пришло очередное письмо. А, там сплошной трёп от Дулина, ничего полезного. Всё. Я даже его читать не буду. Роботы это всё дело фиксируют. И, в конце концов, ваше письмо будет отправлено в спам. Вот как большинство писем моих, Директ уже отправляет в спам. Поскольку база подписчиков была не сегментирована. Люди не открывали мои письма, потому что им всё шло подряд. А им нужно только то, что им нужно. Вот сидит человек в офисе, ему нужно только как ему здесь, в офисе, применить своё вермикультивирование. Какую пользу он может сделать? Всё остальное, ему по барабану, извините. И если ему одно такое письмо только из ста пришло, и всё. А все остальные совсем на другие темы. Нафиг ему там, как на сталилитейном заводе или там ещё где-то в котельной золу использовать. Какая зола, у него только вот окурки в урну можно бросать. И всё. Хотя тоже немножко полезная статья. Ну, в общем, смысл в том, что сегодня я открыл почту. Ответил сначала, потом сразу подписчиков, чтобы каждому целевую тему определить, что посылать ему. И вижу, что только двоим я могу посылать целевую тему. Только двое подписались. А остальные, что попало, и опять будут попадать в спам. В конце концов, насколько вкусно от меня для них неинтересно в основном. И что? Ну, сократили мне немножко жизнь. Немножко, так скажем, потратили пустую моих нервов. Слегка подпортили настроение. Хотя я к этому уже привык. Но, так прямо скажем, не подняли настроение. Однозначно. Вот это уж точно, что не подняли. Насколько подпортили, это еще вопрос спорно. Я за 15 лет привык намного закрывать глаза. И как он по барабану этот опрос, так и мне по барабану. Что там опишут вас, не опишут. Я все равно пенсию получу. Съем экологически чистую продукцию. И она у нас уже в Эстонии появляется. Потому что в Эстонии у меня популярность по части информации, кто я, че, кто я. Семьи люди больше знают, больше озабочены своим здоровьем, чем душизмом. И с этим вопроса у меня нет. А вот здоровье страны-соседки, моей Родины, для которой я переживаю, здоровье людей, которые там живут, чтобы они все-таки могли что-то покупать в магазинах или на рынках экологически чистого. Вот это проблематично. И ваш опрос, как раз вот в этом смысле, меня очень, не опрос, а очень сильно огорчает. Давайте не будем огорчать друг друга и отвечать на просьбы с определенными действиями. Если человек просит, значит, это не просто так. Он тебе же добра хочет. Еще раз здоровья вам, благополучия, вы так любим. Субтитры сделал DimaTorzok